МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более того, за ходом уголовного дела тщательно следят в консульстве КНР. Новые подробности громкого убийства у Натальи Громашовой. Мне их не удива, в чем-то рассказывать. 22-летний Дмитрий Акимов уверяет, в совершении жестокого преступления не участвовал. Выполнял лишь функцию водителя автомобиля. На машине в ночь с 14 на 15 мая четверо местных молодых людей, двое из которых братья, вывезли с кладбища недалеко от станции Ташиба трех гражданок КНР. В поле у села Краснозерное у Стебаканского района обвиняемые расправились с женщинами. Свою вину трое парней уже признали. Поочередно нанесли множественные удары по голове трем женщинам. В результате отпричиненных телесных повреждений женщины скончались на месте происшествия. Акимов в это время находился в автомобиле и наблюдал за происшедшим. После чего с целью сокрытия следов обвиняемые, действуя совместно и согласнованно, сожгли тело женщин и скрылись с места происшествия. Везти подальше к дереву все просто. А пацаны потом решили их с чего-то прибить. А мальчики были под алкогольным выпинением или нет? Презвые. Я не расспрашиваю. Я их просто везю туда обратно. 14-го утром они начали пить и выпили, ну, я не знаю, порядка 6 литров пива и 4 бутылки водки. Тут нет секрета. Решили просто ограбить. Когда ограбили, пошло дальше. Решили изнасиловать. На следующий день криминальная четверка также на машине отправилась в Красноярский край, в село Березовка. Здесь, по словам следователей, живет отец одного из обвиняемых в убийстве. По пути, как потом рассказали адвокатам, сдали в ломбард украденное золото. Как мой пояснил, он сам хотел явиться с повинкой, когда уже вышел из похмельного синдрома и узнали, что в интернете есть информация, по телевизору увидел информацию. Ближе к ночи, в минувшую пятницу, сотрудники МВД доставили преступников в Хакасию. Тогда же с ними встретились адвокаты. У каждого парня свой защитник. Между тем, даже адвокаты говорят, вести дело будет сложно. Рассчитывать на то, что наказание кажется не жестким, практически невозможно. В субботу в Усть-Ибаканский суд парней и оперативники привозили поочередно. Заседания были закрытыми. В отношении каждого судья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Молодым людям предъявлено обвинение по статье убийства двух и более лиц, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Уголовная ответственность по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни. Также в Следственном комитете рассказали, что в ночь с пятницы на субботу Хакасию посещали представители консульства КНР. Китайская сторона намерена наблюдать за расследованием уголовного дела. Что касается убитых гражданок Поднебесной, то все прибыли в Россию в разное время. С октября 2012 года по март 2013 года. У всех имелись визы. Срок действия у двух женщин незадолго до убийства закончился. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Накануне все спецслужбы были стянуты на дачный массив Калягинские холмы. На одном из заброшенных участков обнаружили снаряд. Боеприпас нашли председатель садового общества с помощниками, которые в эти дни приводят в порядок систему централизованного водоснабжения. На одной из улиц и наткнулись на снаряд. Прибывшие силовики отцепили место. Специально обученная собака опасности не почуяла. Тогда за дело взялся сапер. Буквально сразу взрывотехники определили. Боеприпас выпущен в период с 1973 по 1986 годы. Было установлено, что это болванка от учебно-практического бронебойного снаряда калибром 90 мм. Опасности она не представляла, так как в ней не находилось взрывчатого вещества. И после дальнейшего обследования она будет утилизирована. Завтра в Абакане будет отключена горячая вода. Напомним, из-за прохладной погоды это мероприятие городского масштаба было перенесено на неделю. Горячая вода прекратит поступать в дома в 8 часов утра вторника. Появится ориентировочно 24 мая. Но специалисты допускают, что если гидравлические испытания завершатся раньше, то и водоснабжение будет восстановлено, не дожидаясь окончания указанного периода. Несмотря на отсутствие горячей воды, детские сады и школы города будут работать в обычном режиме. Ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ по-прежнему не везде можно назвать нормальной. Напомним, еще в марте глава Хакасии потребовал взять рост тарифов под жесткий контроль. Однако до сих пор в некоторых населенных пунктах люди возмущены коммунальным беспределом. Подобный сигнал в нашу редакцию поступил из поселка Вершина Тёи. Туда и отправилась наша съемочная группа. Рассказывает Юлия Константинова. Пенсионерка Валентина Гольцукова живет в доме по улице Щетинки на 12 больше 20 лет. Правда, домом этот деревянный барак, который будут расселять по программе «Ветхое жилье» называть трудно. Однако платить коммуналку приходится, как за элитную квартиру. Больше всего возмущают счета за свет. Точнее, общедомовые нужды на электричество превышают все разумные пределы. В тот раз 830 уплатила, я же прям думала, ну как это? Конечно, тяжело. Я сначала думала, хоть бы 200, а по 800, по 700, это вообще уже. Шокирующие счета с прошлого года приходят всем жителям близ лежащих домов. При том, что качество услуги оставляет желать лучшего. В подъезде букет. Дома, да, старые, деревянные. Пыхнет в один момент. Никто ревизии не делал. Никто вообще ничего не делал. Но суммы сумасшедшие. Декабрьская, 1045. Мы 1045 уплатили, и еще больше пришло. То есть аппетиты растут? Ну это нереально такие суммы. Не миллионеры платить. 8 тысяч пенсии, и тысячу отдай только за электричество. Я взял, значит, 6 лампочек, умножил на 30 дней, умножил на 40 ватт, посчитал все деньги, разделил на 16 квартир. Я должен платить, даже если круглые сутки будут гореть вот эти лампочки в подъезде, я должен платить 15 рублей 37 копеек. На общем собрании жители поселка обратились в Головецкийского района с просьбой взять ситуацию под контроль. Результат – создана комиссия по тарифам ЖКХ, куда вошел и глава вершины Тюэ. Попробуй, к нему пойдем, он ничего не знает, и у него никакого интереса нету защищать вот этих бабушек. Кстати, на днях многие из них получили письма из суда с требованием оплатить долги за электроэнергию. Их, в свою очередь, направили в встречные иски в адрес поставщика услуги Саянских электрических сетей. Юлия Константина, Владислав Пустовой, 200, Хакасия. В Хакасии завершается сев пшеницы. В целом по республике эта культура посеяна на площади в 40 с лишним гектаров, или 82% к запланированному. На финишной прямой хозяйство шести районов Хакасии. Следующий длительный этап у механизаторов – сев овса, а за ним и ячменя. В эту работу уже активно включились аграрии Аскиского, Бейского и Устебаканского районов. А у алтайцев эта работа уже в самом разгаре. Завершить посевную кампанию планируется к концу месяца. В отдельных районах сев зерновых может продлиться до 5 июня. Кони из Хакасии будут нести службу в армии. Рязанская десантная академия закупила 60 голов. Первая половина лошадей была отправлена в ряды российской армии накануне. Это обычные животные. Десантникам они нужны в качестве вьючных или верховых. Жеребцы набраны из четырех районов Хакасии – Аскиского, Устебаканского, Таштыбского и Багратского. Лошади не объезженные. Обучать их будут специалисты из республики. Для этого они специально поедут в Рязань. Вполне возможно, что хакасские кони будут участвовать в обеспечении правопорядка на Сочинской олимпиаде. Сегодня начался прием заявок на участие в конкурсе детских рисунков с днем рождения Хакасии. Его проводит благотворительный фонд «Дорога у добра». В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 13 лет. Победители будут выбираться в трех возрастных категориях. Плюс путем открытого голосования на сайте фонда определится обладатель приза зрительских симпатий. Прием работ продлится до 25 июня. А уже 3 июля жюри назовет имена победителей. Работы можно присылать по электронной почте, а можно приносить в оригинале. Формат А4, без рамок и паспарту, в любой технике исполнения. Фантазии в выборе сюжета не ограничиваются. На обороте обязательно указать данные автора, контактный телефон и название работы. Благотворительный взнос за участие 100 рублей. Подробности можно узнать по телефону в Абакане 210921. С 1 июля вступают в силу новые правила убоя скота. Они коснутся каждого частника, который выращивает крупный рогатый скот для продажи. Подробнее о новшествах мы поговорим в нашей ежедневной рубрике «Интервью». Смотрите ее через несколько минут. Не переключайтесь. Продолжение следует...